Добрый день, Олег. Здравствуйте. Ситуация вокруг объединения тульских детских и юношеских спортивных школ вызвала широкий общественный резонанс. Кто-то пишет письма министру, кто-то обращается в СМИ, кто-то планирует провести митинги. Что же происходит на самом деле? Вы знаете, это вопрос приоритетов и компетенции. Безусловно, каждый человек вправе задать вопрос автору, то бишь учредителю управления по спорту и молодежной политике, задать вышестоящим организациям. Для того, чтобы практически до каждого дулюка довести информацию, мы информируем и тренеров, и директоров школ, и родителей детей, которые занимаются детскими спортивными школами. Практически через все средства массовой информации, с одной стороны. С другой стороны, мы проводим встречи в различных форматах и встречи с трудовым коллективом, то есть с тренерами в присутствии Федерации по видам спорта, а также работников административного аппарата детских и спортивных школ. Встречи проходили и в формате беседы главы администрации города Тулы, Юния Васильевича Авилова, с теми тренерами, у которых были вопросы, были беспокойства, опасения определенные. И практически на все вопросы были даны четкие ответы. Часть родителей тоже задают вопросы и в Твиттере, и мы встречаемся лично. Сегодня мы встречались в формате беседы с председателем областного спорткомитета Дмитрия Николаевича Яковлева. По большому счету мы стараемся донести главную мысль, что приоритетом при укропнении, при реорганизации этих детских спортивных школ является решение двух самых важных вопросов. Это достойная заработная плата тренеров и улучшение развития того или иного вида, который культивируется в городе Туле. Это две основные задачи. Да, механизм здесь через укропнение детских спортивных школ. Из 15 дюж, 11 детских спортивных школ из дюж будут реорганизованы путем слияния или присоединения, то есть укропнения. Количество детей будет больше, потому что будет за счет экономии средств, за счет сокращения, по большому счету, избыточного количества управленческого аппарата. Деньги высвобождаются, идут и на увеличение заработной платы тренерам, и на введение 11 ставок тренеров по новым видам спорта. Это тяжелая атлетика, это эстетическая гимнастия, черлидинг, макобежный спорт. Естественно, детишек будет больше, порядка 220 человек. И самое главное, что мне хотелось бы еще раз, я на всех эфирах это говорю, обратиться к тулякам, к родителям, детки которых занимаются в детском спортивных школах. Вот как занимались они у конкретного тренера, в том или ином спортивном зале или помещении, в то же время, в те же дни, все это так и остается. Независимо от того, меняется ли название детском спортивной школы, все остается так же. Потому что один из элементов эффективного использования муниципального имущества, в данном случае спортивной инфраструктуры. Второй момент. Очень важно, мы в течение двух недель, встречаясь с коллективом каждой школы, проговариваем, что нужно для того, чтобы действительно реально улучшить те или иные виды спорта. Ну, например, часто возникает вопрос, что очень сложности и много денег уходит на аренду автобуса. И глава администрации Евгений Васильевич Авилов заверил, что до начала нового учебного года такой автобус современный, комфортабельный, будет приобретен за бюджетные средства. На нем будет красивая надпись «Дюж города Тула». Без конкретного названия. Но по определенному графику все наши сборные команды города смогут спокойно выезжать по Центральному федеральному округу без проблем на автобусе. Решение проблемы? Решение. Например, легкая атлетика. Просвечались, проговаривали в различных форматах, в чем проблема. Действительно, не хватает манежа для катлетического. Это беда. Великолепные результаты, замечательные тренеры, а тренироваться по большому счету негде. Тренируются по легкой атлетике 2 часа в день. Этого мало. Причем две школы. Идюш номер 2, и сдюшер по легкой атлетике и художественной гимнастике. Какие предложения тренеров? Увеличить до 4 часов. Это скажется на результатах в положительную сторону. Обсудили. Команда дана. Сейчас при уточнении бюджета деньги будут найдены. И в итоге с 1 сентября, опять же, по сравнению с тренером, в учебный процесс будет не сильной корректировки. Направлено улучшение учебно-тренировочного процесса. 4 часа в день. Такая же ситуация по художественной гимнастике. С одной стороны, связанная с арендой. Потому что тоже 2 часа в день сейчас арендует. С дюшер по легкой атлетике и художественной гимнастике. Нужно как минимум 3. Этот вопрос тоже будет решен. Но когда на объединенном совещании всех тренеров по художественной гимнастике проговаривали и из дюшера, то есть школы Олимпийского резерва, легкая атлетика и художественная гимнастика, где 5 тренеров, и где большая часть тренеров по художественной гимнастике дюш номер 6, то и тренеры, и директор дюш номер 6 высказали, на мой взгляд, очень замечательную идею. Суть которой заключается в следующем. Все тренеры художественной гимнастики в одном дюш. Это позволит создать и тренерский совет более мощный, и использовать современные методики. С одной стороны. С другой стороны. Объединить в рампах дюш номер 6. И те виды спорта, которые сейчас культивируются, художественная гимнастика и спортивный рок-н-ролл. Но и вот эти новые виды спорта, черлидинг, эстетическая гимнастика. И создать такую, можно сказать, систему передачи детишек от первого тренера, который 4-5 лет детишки пришли, он посмотрел, у кого больше годик-два позанимался, у кого больше предпочтений к какому виду спорта. Художественной гимнастики. Дальше передает тренеру по художественной гимнастике. Больше интерес к эстетической гимнастике. И вот эта система, она позволит, во-первых, еще больше девочек привлечь в эти популярные виды спорта. Чуть дальше они растут. Можно переходить, не завязывая с видом спорта, с той же художественной гимнастикой, в тот же черлидинг, к эстетическому гимнастику. То есть выстраивается система. Безусловно, это на пульсах. Больше охват, что самое главное, детишек. Больше возможности удовлетворить потребность того или иного ребенка. Предложение тренера-родителя. Идет все в совокупности через диалог и через реальные возможности и желания детей. Плюс. Но при этом, как была аренда в манеже для художественной гимнастики, так она останется. Тренеры будут заниматься там же. В те же часы и дни. Только единственное, что часов еще будет больше. Не два, а три часа. Высказывали опасения родителей по художественной гимнастике. Они примерно так, что перейдя из школы Олимпийского резерва в дюж номер 6, ну как бы теряется статус Олимпийский. Ну позвольте, мы на встречах беседовались и с родителями, и с тренерами. И тренеры в один голос говорят, и все специалисты в этом направлении. Во-первых, художественная гимнастика Олимпийский вид спорта. По определению. Другое дело, что должны создаваться лучшие условия. И по-хорошему должен быть спортивный зал, который находится не в бывшей церкви, а в современной соответствующем условии. Я чуть дальше об этом скажу. Третий момент. Статус Олимпийского резерва. Любой зюшор, он обязан подтверждать раз в 4 года этот статус. То есть должны быть соответствующие результаты на международной арене. И если даже одно отделение, скажем, художественная гимнастика, не смогло воспитать олимпийского чемпиона или призера, то ставит под сомнение статус школы Олимпийского резерва всю. И легкую атлетику, и художественную гимнастику. Но разделив, создав вместе, объединив тренеров, сумив помочь им выстроить так и систему оплаты, и систему взаимодействия, чтобы от маленького ребеночка они переходили через умелые руки тренеров и становились чемпионами по тем или иным видам спорта. Разве это не улучшение конкретных видов спорта? Улучшение. Теперь в отношении помещений. Да, в результате беседы с главой администрации города Тула, Юнием Васильевичем Авиловым, было дано поручение. И вот в эту пятницу на совете при главе администрации города Тула по развитию физической культуры и спорта этот вопрос будет обсуждаться. И будут рассматриваться варианты строительства, во-первых, выбора мест, при какой школе образовательной, возможно было построить спортивный модуль, где бы в школе могли бы раздеваться спортсменки и в этом модуле тренироваться. Соответствующие высоты потолка, размеров и так далее. Это подешевле, чем строить огромный модуль. Спорткомплекс, например, спортивная гимнастика обошлась пару лет назад в 54 миллиона, плюс инфляция, миллионов в 60. Такие модули, как мы сейчас прорабатываем, вопрос для художественной гимнастики, порядок меньше. Если эта схема пойдет, мы сможем по городу и по другим видам спорта решать проблему со специализированными залами. Их катастрофически не хватает. Потому что общий принцип, который использовался и на сегодня, и особенно будет использоваться и в результате укропнения, оптимизации, это, с одной стороны, для вида спорта иметь свою базу основную, например, спорткомплекс. И обязательно осуществлять учебно-тренировочный процесс в спортивных залах общевразовательных школ. Чтобы не то, что шаговая доступность, но ближе было к детишкам. Кто-то на определенном этапе учебно-тренировочного процесса достаточно заниматься в спортивном зале. Пошли результаты больше, значит, уже и более опытные тренеры, которых выбирают на тренерском совете, назначают вместе с федерацией, они уже готовят сборную команду города по тому или иному виду спорта. Но вот эти этапы передачи талантливых игроков, они требуют тоже еще большего общения, усиления статуса тренерских советов. Поэтому их важно, чтобы они были в одной школе по конкретному виду спорта, взаимодействие с федерацией по виду спорта и, безусловно, большая роль родительского комитета и управления. Почему я об этом говорю? Потому что, скажем так, вот у нас третий год подряд, благодаря поддержке депутатов Тульской городской думы, более 5 миллионов рублей выделяется на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной формы дюж. И я всегда ставил задачу, и она будет только усилена, чтобы распределение, что купить, обязательно руководители дюж осуществляли через беседу с тренерским составом. Что конкретно по каждому виду спорта, где-то это есть, где-то это пробуксовывает, этого не должно быть. За эти три года были и крупные приобретения, и так уже почувствовали определенную помощь, и эта программа, поддержка депутатская, она будет действовать и дальше. И здесь очень важно, чтобы действительно именно тренерский совет определял в беседе через стол переговоров и с директором дюж, если нужно, управление и федерацией. Что конкретно на этот момент необходимо? Следующий момент – использование различных методик. Ведь сейчас в рамках оптимизации школ, экономии за счет управленческого аппарата, появляется возможность добавить ставки. Но проблемы не хватает реальных тренеров. Это тоже беда. Что делать? Улучшать заработную плату. Потому что, безусловно, с года в год идет речь о том, что молодые тренеры не хотят идти в дюж. Почему? Смотрим, базовый оклад – 4750. Вернее, 4750. Базовый оклад. Заработная плата на одну ставку – 10700. Потому что базовый оклад плюс другие коэффициенты – получается в среднем 10700. Одна ставка – 18 часов. Но, естественно, надо сказать огромное спасибо тем людям, которые действительно не за деньги, а за любовь к спорту, за любовь к своей профессии. Тренируют детишек, дают очень хорошие результаты, передают опыт. Но если молодежь не будет приходить на работу тренером, то передавать будет никому. Поэтому средняя заработная плата на одну ставку – 10700. Поэтому многие вынуждены работать на полторы, на две ставки. Но и при этом заработная плата все равно достаточно невысока – 15200 рублей. Поэтому, безусловно, сейчас принято решение, чтобы как можно быстрее довести заработную плату тренеров-преподавателей до средней по региону, выработанный график определенный. Уже с 1 марта пошло увеличение. Более 4 миллионов направлено на первый этап в этом году – увеличение заработной платы тренером-преподавателем. Кому-то это добавится 3300, кому-то 1900, кому-то 1500. В среднем – 1180 рублей. Но уже с 1 октября, с одной стороны, мы увеличим и базовый оклад, вот эти 4570 рублей побольше, чтобы пытаться достичь базового оклада, который сейчас выше намного в областных спортивных школах. С другой стороны, еще довести в среднем до 17200. На встрече уже с главой администрации города Тула, Евгений Васильевич Мавилов, глава администрации, ставить задачу уже администрации превысить эти показатели, довести до средней заработной платы муниципальных чиновников. Это тренеров-дискульспортивных школах, в том числе и по другим отраслям. До 25 тысяч рублей. Но разве это плохо, когда создаются человеческие условия тренеру-преподавателю? Заработная плата, увеличение средств на спортивные соревнования. Кстати, по спортивным соревнованиям. В беседах часто возникал вопрос, что вот есть у нас, ну, предположим, дзюдо, в одной школе, в другой, вот у нас конкуренция. Но часто, по некоторым видам спорта, доходят до парадокса. Я ультрированно, но по жизни иногда так и бывал. Соревнования первенств в области, условно говоря, три команды в одном возрасте поиграли, все стали призерами. Это что идет, на развитие вида спорта? Нет. У нас в ДЮШ достаточно средств, чтобы по 131 закону о местном самоправлении проводить городские соревнования и участвовать в областных. Но наибольший опыт приобретают ребятки, когда в составе сборной города Туза или Тульской области выезжают на спортивные соревнования всероссийского уровня, СФО и выше. И вот здесь, безусловно, нужно увеличение средств на участие их в выездных соревнованиях такого уровня. И тут очень важны федерации по видам спорта. Многие из них сейчас прошли аккредитацию. И при их участии можно использовать и нужно использовать другой источник, областной бюджет, когда через федерацию направляется команда Тульской области по тому или иному виду спорта на СФО и выше. И уже действительно и проживание, и питание достаточно на большие деньги. Как и должно быть по закону, по большому счету. То есть при оптимизации конкуренция не пропадет? Нет. Здесь больше будет конкуренция среди тренеров, чьи воспитанники дают лучшие результаты спортивные. И это будет стимулироваться в виде специальной надбавки за спортивные результаты воспитанников. Сейчас такое есть, по системе оплаты труда, которая есть. Но для того, чтобы это было существенно, надо увеличивать фонд заработной платы тренеров. Это главное. Тогда и надбавки, стимулирующие спортивные результаты, стимулирующие персональные коэффициенты, в том числе молодым тренером. Мне задают вопрос, а как же нам сейчас? Один опытный тренер работает на полторы-две ставки, ну это на сегодняшний момент, и у него там 22 тысячи рублей подпал уже. А молодой тренер придет и может претендовать сразу на 16-400. А вот для этого и нужен тренерский совет, чтобы они сели и посоветовались. А какую зарплату ему назначить? А какое количество часов он будет вести? А как он впишется? Потому что он не сразу, не за месяц, не за два не даст спортивный результат. Вот тут как раз и нужна мудрость людей, которые и несут через свою деятельность эти традиции, замечательные традиции тульского спорта, которые есть. И вот здесь есть варианты в рамках системы оплаты труда действительно находить оптимальные решения и для молодых тренеров, и для опытных. Но это постоянно система диалога, не конфликта. И когда у нас по конкретному виду спорта концентрируются тренеры-преподаватели, когда мы же помогаем, чтобы этот тренерский совет был более мощным, чтобы федерация по виду спорта тоже выстроила более четкие, своевременные взаимоотношения с областным спорткомитетом, чтобы помогать тульским воспитанникам детской спортивной школы, с дюшер, регулярно выезжать на всероссийские соревнования. Это, безусловно, идет на развитие вида спорта. Давайте вернемся к рабочим местам. Представители сокращения, и давайте обговорим плюсы и минусы все-таки оптимизации как такого штата. 247 тренеров-преподавателей в 15 дюш на сегодняшний момент. Никто из них сокращен не будет. Мало того, я еще раз повторяюсь, за счет укропнения и сокращения управленческого аппарата появилась возможность ввести 11, не просто ставок, а в 11, принять на работу 11 тренеров-преподавателей, подчеркнули новым видом спорта. Мало того, я еще раз повторяю, что глава администрации на встрече с тренеров-преподавателями, я про различные виды спорта говорил, главная задача, которая ставится и учредителям, и собственник администрации для дюш, это продумать, чтобы как можно больше, с одной стороны, детей занималось в детском спортивной школе, с другой стороны, в принципе, население города Тулы, сейчас их порядка 90 тысяч, взрослого населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Поэтому, с одной стороны, улучшение спортивной инфраструктуры, с другой стороны, возвращаясь к вашему сути вопроса, ни один тренер, ни по какому виду спорта, не будет уволен. И там, где нужно добавить ставки, они будут добавлены. Там, где есть необходимость, потребность и так далее. Но, решая задачи, улучшение, так скажем так, особых условий по трудовому кодексу для тренеров, безусловно, главное, это как можно больше детей привлечь в детском спортивной школе, систематическим занятиям физкультурой и спортом. И вот именно поэтому здесь это будет решаться в системе. Увеличение зарплаты тренером, увеличение средств на спортивные мероприятия, особенно на выездные спортивные мероприятия, увеличение средств на спортивное оборудование, винтарь и решение вопросов по спортивным базам. Ну, например, вот лыжные гонки. На сегодняшний момент 12 тренеров в городе Туле. Даже, по-моему, меньше 8. Ну, не так много. И своей лыжной базы нет. Наши детишки участвовали в международных детских играх в Уфе. Буквально несколько месяцев назад, в марте месяца. И уже тогда, видя, какая мощная инфраструктура в Уфе, буквально в короткий промежуток времени были проведены переговоры и с руководством Тул-Точмаш по поводу реконструкции лыжной базы на Косой горе. И на сегодняшний момент есть понимание, что предприятие, или холдинг предприятие, своими силами постарается восстановить эту лыжную базу, но для того, чтобы были и учебно-трумочные процессы для детей и для взрослого населения. Сейчас ведутся переговоры с ООО и НПО «Сплав», чтобы лыжная база «Спартак» в пролетарском районе была приобретена в муниципальную собственность. Уже деньги заложены в бежитии. Рассматривается вариант в Заречье. Муниципальные помещения, в Горелках, если будет возможно там организовать лыжную базу, будет еще третья точка. И это то, что реально сделать. В пролетарском районе лыжной базе «Сплава» деньги заложены, договоренности есть по Косой горе, по Заречье смотрим, будет принято принципиальное решение. И принято будет, опять же, не чиновникам, а глава администрации в четверг поедет по этим базам вместе с тренерским составом по лыжному гонкам. Проедет эти все моменты. Посидят те школы, где хранится спортинвентарь лыжной, где нужна будет помощь, в том числе там будут вопросы решены. Будут обсуждены вопросы по лыжеролерной трассе «Березовая рочь» с тренерским составом по лыжному гонкам. То есть в комплексе вопросы решены. Это как пример я привожу. И поэтому, подходя системно к этим вопросам, я уверен, что действительно ситуация сложится только в лучшую сторону. И еще один момент. Если мы сейчас четко расставили приоритеты, о чем я сказал с самого начала, это фигура тренера и улучшение тренировочного процесса, то в прошлом году, впервые-то я не припомню, чтобы такое было, хотя бы за последние 20 лет, даже, наверное, на 30, все усилия администрации были в прошлом году сконцентрированы на улучшении спортивной инфраструктуры. И только при участии администрации города Тулу непосредственно спроектировано, отремонтировано, построено было 37 спортивных объектов. А с участием еще федерального бюджета, частных инвесторов, 43. Если говорить про 43 спортивных объекта, учитывая все источники финансирования, федеральные, областные, городские, средства инвесторов, то это порядка 420 миллионов рублей. В прошлом году было освоено в Туле. И это два бассейна в политехии и в Педе. Это 10 специализированных залов. А если еще посчитать, для молодежный клуб воздухоплавателей на Серебровской, 16 Г, то это один специализированное помещение. Кстати, говоря о воздухоплавании, у нас второй раз пройдет в городе Туле в июле этого года чемпионат России по воздухоплавательному спорту. 11 специализированных помещений, 3 спортивных комплекса. Бывший Чермета, Тульского оружейного завода, на Косой горе. И работа продолжается и дальше. По благоустройству территории Надимьяна 26а, Тузовский спорткомплекс. И дальше работа по благоустройству и стадиона, и доведения дома всех помещений на стадионе Косовой горе. И то же средство предусмотрено, но уже не в таком объекте. А если говорить непосредственно про участие администрации города Тул, то не 43 объекта, а 37. И почти только из бюджета города Тул 98,5 миллионов рублей. И это в том числе и 22 спортивные площадки с помощью инвесторов и «Газпрома», и «Энергосботовой компании». Из них, из 22, и 20 на территории школ. В этом году продолжится работа по укреплению материальной базы, но сконцентрированность и усиленно, то, чтобы дать мощный импульс и для развития вида спорта, и усиления тренерских советов, и взаимодействия с федерациями в этом направлении. И, безусловно, начать процесс понятный, рассчитанный доведение заработной платы тренеров-преподавателей до средней дали по рехиву. Вы сказали, тренеры, да, все останутся на своих местах, никто не будет. А вот что касается именно управленческой таковой системы, то есть, ну, директора, бухгалтеры, так сказать, стандартные кадры. Ведь сокращение это все равно будет, или же в одном дюше будет по два бухгалтера, по три. Естественно, такого не предусмотрено. Конечно. Безусловно, анализ деятельности дюш показывает, что соотношение между фондом заработной платы управленческого аппарата, включая экономистов, секретарей, по сравнению с фондом заработной платы тренеров-преподавателей, ну, очень разное. И не всегда в пользу тренеров-преподавателей. С другой стороны, и поэтому есть тема, что избыточный управленческий аппарат. С другой стороны, это живые люди. И в общении с ним, которые на протяжении многих лет делали все возможное, чтобы в непростых социально-экономических условиях детская спортивная школа существовала. И честь им и хвала. Поэтому предложение управления по спорту и молодежной политике и директора детской спортивной школы, и их заместителям, и главным бухгалтерам, чтобы персонально подойти по каждой ситуации. У кого-то уже пенсионный возраст, и, предположим, он идет на пенсию. У кого-то пенсионный возраст, но он полон желания работать. Мы будем смотреть, безусловно, всех трудоустроить в систему уже спорта невозможно. будем использовать все наши возможности, в любом случае по таким специальностям управленческим, в том числе бухгалтерским, была найдена работа. Но это, опять же, диалог. И мы готовы к этому идти. То есть, вакансии будут приходить? Да. Это с одной стороны. С другой стороны, часто, особенно родители, высказывают такие опасения, даже некоторые из них называют страхом, что вот придет директор, ну, предположим, баскетболист, волейболист от объединенного школы, и начнется перекоса. Директор-баскетболист будут зажимать волейболиста, директор-волейболист будет зажимать баскетболиста. Да ничего подобного. В этом и искусство управленчества или управления тем или иным юридическим лицом, чтобы директор сконцентрировал свое внимание в первую очередь и как нейтральный арбитр занимался хозяйственным вопросом, чтобы спортивное сооружение соответствовало современным требованиям, чтобы зарплату вовремя получал тренер-преподаватель и весь коллектив, чтобы неукоснительно исполнялись те правила игры, которые задают учредители и собственные администрации города ТУ. А правила игры очень просты. Скажем, в это отношение, игровые виды спорта, баскетбол, волейбол. Директор, два заместителя, один заместитель курирует чисто волейбол, другой заместитель курирует только баскетбол. При этом сразу фиксируются те ассигнования, которые были предусмотрены в этом году на волейбол в трех школах, юность, волейболист в двух школах и баскетбол тоже в юности, в пятой, в девятой школе. И ни копейку директор не имеет права передать из одного вида спорта другу, как контролировать. Вот этого больше всего опасаются и тренеры, и родители. Очень просто. Тренерский совет, федерация по виду спорта, управление и плюс родители. Это же не секретная информация финансирования детской спортивной школы. Все это вывешивается на сайтах, все это доводится до людей. И поверьте, ведь не будут волейболисты играть с баскетболистами. Это разные виды спорта. Да, рост похож, физическое сложение и так далее. Но они как тренировались, вот где сейчас? Так и будут тренироваться. Не побегут тренеры из юности, если они тренируются в Залече, в спорткомплексе, сразу на Жуковского номер 5. Для этого есть тренинский совет, для этого есть установка учредителей. Используйте те залы, которые сейчас есть. Там же уже и родители привыкли туда возить, дети, и детки сами привыкли. Поэтому все остается, все эти спортивные залы, это очень тренировочный процесс, я повторяюсь, естественно, в то же время, в то же месте. А другой вопрос, что не просто зафиксировать ситуацию, но и нащупать моменты, связанные с улучшением видов деятельности. Вот для того, чтобы чаще выезжать на спортивные соревнования за пределами Тульской области, безусловно, нужен и автобус, нужно увеличение средств, в том числе и на волейбол, и на баскетбол. И этот вопрос и будет решен в результате, в том числе, оптимизации у крупных. И также по другим видам спорта. Что касается юности, в соответствии с рекомендациями Министерства спорта, в комплексных детских школах должно быть не более трех отделений. В юности планируется, насколько нам известно, наиболее количество, наибольшее количество направлений. Как с этим вы там стоите? Вы знаете, я отвечу сейчас по сути вопросам, но я обязан просто небольшую предысторию. Дело в том, что детские спортивные школы, они развивались, создавались очень по-разному, в разных отраслях, в каких-то системе образования, в каких-то системе профсоюзов пришли в муниципалитет. И исходя из тех социально-экономических возможностей, которые были тогда, на тот период. В 2009 году, несмотря на кризис, на кризис экономический, все эти школы были, переданы в одну отрасль, в одно управление, управление по спорту и молодежной политике. Уже со сложившимися теми, скажем так, соотношениями, которые были между тренерами, управленческими аппаратами и так далее. И эти рекомендации, несмотря на то, что они очень важны, но все-таки носят рекомендательный характер, но на мой взгляд, они в первую очередь делают упор на то, что каждое отделение, вот вид спорта в дюж, он действительно полноценен и по количеству тренеров, то есть их много, и по количеству баз, их много, и по количеству занимающихся детей. Их много. Когда у нас есть небольшие школы, где на 11 тренеров, там 5-6 работников аппарата, говорить о том, что это будет и дальше развивать вид спорта, очень проблематично. Это с одной стороны. С другой стороны, авторитет и управленческие возможности, опыт директора, в данном случае юности. Сейчас 8 видов спорта, будет 8 видов спорта. Да, какие-то между ними поменяются, но тем не менее, управленческий потенциал данного директора достаточно высок, традиции уже наработались и так далее. Для того, чтобы и такой большой школой руководить безболезненно, не обижая, не нарушая, не делая какие-то перекусы. С одной стороны, сверху. С другой стороны, снизу, тренерские советы, федерации, родительские комитеты, управления. Правила игры обозначены. Ни один ребеночек, ни один тренер не должен быть ущемлен или обижен. Следующий момент. Дюж. Это форма, это понятие дюж или с дюжо. Это тип образовательного учреждения, дополнительного образования. Тип дюж. Он имеет, учредитель вправе определить, учитывая социально-экономические ситуации, спортивную инфраструктуру, количество тренеров, управленческий опыт, определить один вид спорта, два вида спорта, четыре, шесть, восемь. В каждой ситуации, в данной ситуации, мы просматривали индивидуально по всем этим моментам. И пришли именно к такой системе управления. Мало того, для того, чтобы действительно при укреплении было больше прозрачности, больше понимания, что здесь речь идет действительно о наиболее сильных фигурах управленческих, принято решение и главой администрации города Тулы, и управлением по спорту, молодежной политики, что в результате объединения, реорганизации именно на конкурсной основе будет определяться и директор, и заместители. И основное здесь мнение будет выслушиваться и учитываться. Это мнение тренеров, мнение федерации. Вот через такой диалог, через такую конкурсную процедуру, безусловно, ставка будет сделана на людей с лучшими деловыми качествами, с опытом работы, с умением сглаживать какие-то конфликтные ситуации, с умением добиваться увеличения средств и так далее. При том, что и поддержка будет достаточно мощной со стороны и управления, и администрации города Тулы. Что касается разных видов спорта, шахматы, они всегда стреляли с обсобняком в советской системе, для СССР они из важных факторов проявления господства, спорта как раз было именно шахматное соревнование. Насколько сейчас целесообразна спортивная школа по шахматам? Вопрос очень непростой. С одной стороны, безусловно, шахматы, и так как они развивались в городе Туле, это гордость города Тулы. 310 детей на сегодняшний момент занимаются в дюш, шахматы и шашки только шахматами. 19 тренеров с ними работают. И, ну, как бы кажется, ну, вот, было бы, может быть, и оставить отдельно дюш, шахматы и шашки. Но также смотрим анализ соотношений и так далее. Три вида спорта в дюш, шахматы и шашки. Шахматы 12 тренеров, шашки два тренера, плавами, два тренера, пять работников административного аппарата. Помещение великолепное, на Вересаево 24, плюс еще порядка 6-7 мест в общем образовательных школах, в том числе в герцепианинах. Но вот это сочетание, вот эти школы, где вот такое сочетание между фондом заработной платы управленцев и фондом заработной тренеров, оно немножко напрягает, потому что это тот нюанс, который пришел, который мы пытаемся сейчас выровнять, чтобы где-то в среднем на каждого там директора, на 5-6 человек, управленца, где-то было или 35, или 50 тренеров, да, вот примерно так. тогда выстраивается понимание масштаб управления директора и в том числе возможно и эффективность, когда используются в целом с управлением с точки зрения единые подходы, когда используются новые, когда чувствуется поддержка со стороны и администрации, и привлеченных средствам и так далее. Наибольшее, что беспокоит у тренеров по шахматам и шашкам, я, честно говоря, очень удивлен, часто встречаемся и сложно понять вот эту действительно серьезную беспокойность, что якобы помещение шахматы шашек отнимут у детей и у тренеров и будет использоваться по другие цели. Все заверения о том, что учредители, администрация города Туру, что мы не можем это сделать по ряду причин. Во-первых, мы делаем для того, чтобы как можно больше детей привлечь к занятиям физкультуры и спорта. Во-вторых, есть федеральное законодательство, есть закон. Федеральный закон о защите прав ребенка, который четко прописывает там нормы перепрофилировать учреждения по работе с детьми практически невозможно. А если даже кто-то и задумывается об этом, то это после экспертной оценки, только создав лучшее, можно говорить о том, чтобы перепрофилировать. Но таких мыслей не было и нет. Надзор за исполнением федерального закона, в данном случае о защите прав ребенка, осуществляет прокуратура. Регулярно мы предоставляем прокуратуре информацию о том, что были ли какие-то изменения и так далее, и так далее. Нет их. И поэтому обеспокоенность о том, что вот это великолепное здание шахматно-шашечного клуба вдруг будет перепрофилировано, но просто не имеет никакой почвы под собой. Мало того, сейчас готовится документ, эти вопросы будут рассмотрены и на совете администрации, на совете при главе администрации города Тулы о развитии физической культуры и спорта буквально в пятницу. туда приглашены и представители тренеров федераций по различным видам спорта, представители крупных предприятий, коммерческих структур с тем, чтобы сообща определить, какие реальные шаги можно сделать для заметного улучшения детского спорта в городе Туле и не только детского. Там будут стоять вопросы и о ремонте спортивных баз, там будут стоять вопросы и о гарантиях тем людям, которые сомневаются, хотя опять же говорю, беспочвенны эти моменты. Но тем не менее, у людей есть такое опасение, мы должны с ними встречаться, мы встречаемся, беседуем, убеждаем устно, в письменном формате и так далее. Но то, что ни одно спортивное сооружение не будет убрано из общего чем-то треночного процесса города, это однозначно. Задача стоит одна, их только улучшить, увеличить зарплату тренера, увеличить количество занимающих детей, в том числе и взрослого населения, создавая лучшую спортивную инфраструктуру и улучшать и улучшать спортивную инфраструктуру. Безусловно, реорганизация школ спортивных положительно будет сказываться на всей школе. Это увеличение зарплаты и качество жизни для детей. Какие трудности, с которыми можно сталкиваться сейчас в процессе реорганизации или какие-то минусы все-таки имеются в этом случае? В отношении минусов, для того, чтобы если они появятся, они появятся где-то через 4-5 месяцев. Пока мы не видим нас. Мы пытаемся понять, вот существенные условия труда тренеров-преподавателей. Это количество часов рабочего времени, это место занятия и уровень заработной платы. При укропнении количество часов сохраняется, место рабочее сохраняется, увеличится только заработная плата. Не вижу пока минусов. Следующий момент. Направление дополнительных ассигнований для учения трубочного процесса. Не буду повторяться, я уже элементы этих говорят. Тоже не вижу плохого. Об этом как раз тренеры говорят. Усиление тренерских советов, в том числе при распределении ассигнований на спортинвентарь, спортоборудование и так далее. Спортивную форму. Пока плюс. Уровень качества работы или качества работы управленческого аппарата. Да, безусловно, везде есть люди. Но задача, которую ставит нам администрация города Тулы, учредитель, который ставит задачу дюшам, управленцам, сделать так, чтобы тренер наконец-то стало комфортным. Чтобы не было перекосов, любимчики, нелюбимчики и так далее. Чтобы получилось с помощью тренеров, с помощью тренерских советов, с помощью родителей прозрачные четкая система. Есть результаты. Отдаешь душу и сердце и знания деткам. Есть любовь от детей к тренерам. Как правило, это так и есть. Все прозрачно. Ни голова не болит у тренеров, куда бежать, где просить, какие деньги и так далее. Уменьшаются затраты родителей. В случае, если это дополнительные какие-то турниры и так далее. Увеличивается бюджетная нагрузка. Тогда действительно это в правильном направлении идет. А если что-то пробуксовывать, безусловно, вопросы и к исполнителям, и к директорам, и к управлению по спорту, значит, надо что-то менять, что-то корректировать. Поэтому сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, в рамках исключительной компетенции управления по спорту и молодежной политики принято управленческое решение. Это один уровень или направление, связанное с укроплением одежек. С другой стороны, принимаются решения через диалог, через беседы, они постоянно идут с тренерами, с федерациями, с родителями, с другими заинтересованными лицами, где какие болевые точки. На что сейчас у нас есть возможность сразу улучшить, на что мы возьмем в лучшем следующем году. Поэтому совет при главе администрации города Тула поразить физическую культуру и спорта. там площадка, чтобы и родители, и тренеры могли прийти, поставить вопросы, получить ответы. Если что-то сразу не решило, взять паузу, поработали со всех сторон, опять этот вопрос подняли, но обязательно решили. Вот я уверен, что сейчас тот момент, когда вместо забалтывания чего-то мы из плоскости эмоций переходим уже в рациональный момент. Смотрим конкретно цель, в первую очередь слушаем тренеров, ибо они носители всех традиций спорта города Туле. Учитываем это мнение. Единственное, мы честно говорим, вот это мы можем сделать сейчас, потому что экономия от данного решения позволяет нам это сделать. Вот это нам позволяет дополнительно бюджет в этом году. Вот это мы сделаем обязательно, потому что это надо обязательно для улучшения вида спорта, для улучшения тренировочного процесса для детей на следующем году. Это сделаем через год. Но вот этот прямой и честный диалог, вот эти подходы, я уверен, позволят действительно придать мощнейший импульс для развития детского спорта, создать условия для взрослого населения Тулеков, для систематического занятия физкультурного спорта. Ну и в целом позволит нашим замечательным спортсменам поставлять и дальше город Герой Тула. Спасибо вам большое, Олег Львович. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях в прямом эфире был Олег Калит, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Тула.